Сегодняшнее видео я хочу посвятить такой теме, что может удивить вас в Польше, то есть необычные моменты, необычные ситуации и именно о них пойдет в моем сегодняшнем видео речь. Это то, что польский язык довольно-таки просто воспринимать на слух, то есть да, он похож на украинский, русский смешанный и довольно-таки будет вам понятен, но при этом не торопитесь делать выводы, что точно так же легко вам будет на нем разговаривать, это то, что выключатели здесь расположены наоборот, то есть если вам кажется, что свет включен, то как бы здесь все иначе. Сначала я думал, что это, ну как бы у нас неправильно они расположены, и в отеле, когда я был, я думал, что может здесь что-то неправильно, но оказывается так во всей стране, не знаю, может им так удобнее, такое у них расположение и на первое время это довольно-таки непривычно, доставляет небольшие необычные. Это то, что на каждом светофоре, на каждой остановке есть кнопки для того, чтобы перейти дорогу, и есть электронное расписание, на котором вы можете посмотреть, когда будет ближайший транспорт и куда он следует. Есть и бумажное, и электронное. Я думаю, что местные поляки иногда делают вид, что они не понимают язык, на котором вы разговариваете, то есть они делают вид, что не понимают, хотя проверено они знают и английский, некоторые из них знают и русский, но не знаю ввиду чего, они не хотят его использовать. Следующий пункт, это то, что билеты на проезд, в автобус, в трамвай, есть как временные, так и локальные, то есть в зависимости от зоны проезда. И также еще один пункт, что купив билет, допустим, там на 20 минут, либо на 60 минут, вы можете его использовать как в трамвае, так и в автобусе, то есть чтобы это не было для вас. Если хотите поменять деньги, то лучше для начала проштудировать в интернете, какие есть опенники, какой курс и почитать отзывы туристов. о них, потому что, ну, вы можете прийти и вас могут кинуть на деньги, то есть много таких случаев, когда вы приходите, увидите курс, допустим, как сейчас 4 злотых за доллар, но вам меняют его, там, не знаю, за 350, и сделать вы ничего не сможете, даже вызовете полицию, но это толку никакого не даст, потому что, ну, вы были невнимательными. Еще вас может удивить то, что этажи в зданиях здесь нумеруются с нулевого, и это довольно-таки неудобно и, ну, некомфортно, потому что, ну, требуется к этому так же привыкнуть, что идет нулевой, потом первый, иногда здесь еще минус, минусовые этажи есть, то есть, ну, неудобно, честно говоря. Следующий пункт это то, что, ну, когда вы едете в транспорте, можете быть свидетелем такой картины, что, ну, как бы трамвай, автобус забит под навязку, но при этом есть пустующие места, и никто на них не садится. И это довольно-таки странно и неудобно, и ты начинаешь злиться на поляков, ну, что вы делаете, присядьте, освободите пространство. Но это очень странно. Вас удивят здесь штрафы, это довольно-таки кругленькие суммы почти что за все, за переход на неположенный свет, за проезд, что наши украинские, либо российские, белорусские сайты здесь не будут работать полноценно. А, допустим, ну, в государственных там заведениях или в некоторых кафе, там, где вы условите Wi-Fi, вы не сможете открыть такие сайты, там, как YouTube, либо футбольные сайты, либо поисковые. Допустим, FS.UA вы не сможете здесь открыть, он не будет здесь работать. То есть, там не будут кнопки воспроизвести фильм, посмотреть его онлайн. Нереальное количество разных музеев, это тоже приятно удивляет. И что еще является положительным моментом, то, что в некоторые дни, а таких дней достаточно много, вы можете посетить данные музеи совершенно бесплатно. Следующий пункт интересный, это то, что как бы листья на улице убирают такими воздуходувами. Ну, это редкое явление, я в Киеве видел такое один раз. Но это реально прикольно, не то, что бедный дворник метлой разметает все эти листики и как бы их постоянно сдувает. Нет, это реально круто. И еще один последний нюанс, такой факт, вот я был в Варшаве, и там есть трамвай, у которого около 50 остановок. Да, это сумасшествие, просто ехать и ехать на нем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, на мой твиттер, инстаграм и прочее. Спасибо за то, что со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...